По всей стране сегодня открываются точки роста. Современные образовательные центры в сельских школах дают ученикам новые возможности для изучения современных дисциплин. В Новгородской области в этом году созданы 42 такие площадки. Татьяна Баркова побывала на одной из них в деревне Мойка Батецкого района. Практически все здесь сделано руками учителей. Они сами клеили обои, красили стены и обустраивали центр на протяжении летних каникул. Теперь в простой сельской школе, где количество учеников не превышает и сотни, можно научиться управлять квадрокоптером, спасать людей. И в этом поможет специальный манекен, а не сосед по парте. Очутиться в виртуальной реальности. Или банально поиграть в шахматы. До появления точки роста не было и такой возможности. Когда они вошли, это было просто вау. Они все ахали, охали, трогали все оборудование, пытались все попробовать. Они потом в восторге, было невозможно вести урок, потому что они обсуждали все это активно и бурно. И, конечно, я думаю, что, наверное, даже повысится успеваемость. В таком красивом и современном месте хочется учиться. Центр образования – отныне самое популярное место в школе. А главный вопрос у детей – когда мы снова пойдем в точку роста. В нашей сельской школе был необходим этот центр, потому что он дает большие возможности для образования новой школы. Это путь к новому образованию. И точка роста в этом как раз нам поможет. Любой ребенок может найти себе занятие по душе. Благодаря новому образовательному центру сам процесс обучения вышел на новый уровень, а в программе появились новые предметы, например, робототехника. Раньше в МОКе об этом и мечтать не могли, а сегодня семиклассники вовсю работают с беспилотниками, управляемыми с телефона. Первый раз запускал? Нет, уже запускал. А когда ты запускал? Ну, мне покупали маленький такой. А, то есть ты уже опытный? Да. Не сложно было сейчас? Нет. Легче, чем на пульте. На создание нового центра образования на базе Мойкинской школы ушло порядка полутора миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В этом году в Новгородской области открыли 42 точки роста. Из Батецкого района Татьяна Баркова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Продолжение следует...